Hey, how you doing? Это я типа сказала, привет, как дела? С вами Таня Старикова и онлайн школа английского языка Sky. Вы давно просите сделать видео для тех, кто только начал учить язык. И вот оно! Ну, то есть, я понимаю, что мои советы смотреть фильмы на английском звучат для начинающих учить язык как проклятие. Для вас фильмы в оригинале, скорее всего, звучат примерно так. Но вы же уже много всего знаете, правда? Алфавит, там, London is the capital, computer, football, hype. Вы знаете? Короче, чтобы поскорее освоить язык, специально для вас мы собрали 7 главных советов. Готовы? Поехали! Первый совет. На начальном этапе важно учить именно нужные вам слова, а не типа, что в учебнике началась глава спорт и мы зазубриваем все спортивные термины. Знаете, что нужно сделать в первую очередь? Выучить самые часто употребляемые слова. А то вы выучите какой-нибудь serendipity. Это такое, типа, ирония судьбы, случайное стечение обстоятельств. Но не будете знать, как сказать я хочу есть или Эй, крошка, ты одна на этом пляже? Ну, типа, учите самое важное сначала, самое необходимое. Для нашего удобства английские словари, Оксфордский, Макмиллан, Лонгман сделали такой список из трех тысяч самых употребляемых слов в английском языке. И, зная эти слова, вы сможете понять около 80% любого текста и устной речи. Конечно, вы уже побежали распечатывать себе на стеночку этот список из трех тысяч слов, но стойте! Остановитесь! Для тех, кто живет в 21 веке, Skyeng в своем приложении сделали список gold 3000 на основе как раз списков этих авторитетных словарей, но доработали именно для русскоговорящих людей, живущих в 21 веке. В мобильном приложении такие слова отмечены таким золотым мешочком, а ссылка на мобильное приложение, как всегда, в описании к видео. Так что в самом начале учим так, самые часто употребляемые слова и слова, которые нужны именно вам. Эй, крошка! И получите максимальную эффективность. Кстати, как именно эффективно запоминать слова, чтобы они оставались в памяти и не улетали из нее, мы рассказывали в другом видео, вот в этом, вот оно на веночке, на рождественском. Второй совет, заучивайте целые фразы, предложения для конкретных каких-то ситуаций, там, как заказать что-то в кафе, как дойти до вашего отеля, если вы потерялись. Мы точно совершенно заблудились. Здесь это звучит как вопрос, типа, куда вы хотите пройти, но вы можете сделать из этого вопроса и утвердительное предложение, типа, I'm trying to go somewhere. Куда-то я пытаюсь дойти. А еще можете выучить то, что точно пригодится, типа, я не знаю, как это по-английски. Или, прости, я туплю. Или, берегись я из России. Третий совет, отчасти связан тоже с заучиванием целых фраз. На первых этапах не зацикливайтесь на грамматических правилах, не учите все времена сразу, возьмите самые простые правила и учите их сразу в контексте, чтобы вы понимали, как мыслят англоговорящие люди. Так что напоминаю вам, что в школе Skyeng вы можете подобрать себе идеального преподавателя, который поможет вам очень быстро перескочить на следующий уровень знания английского языка. Та фраза, которую точно знают сейчас все люди, мне кажется. И, кстати, используйте промокод ТарикВТВ, чтобы получить второе бесплатное занятие. Первое и так бесплатное просто. Четвертый совет. Сразу начинайте читать в оригинале, но не там Шекспира, а типа Белоснежку. Серьезно, начинайте с самых простых книг для маленьких детей. Зато вы с начальных этапов будете видеть, как язык работает в контексте и будете учить его так, как его учат носители языка. Например, можно выучить название продуктов и вообще какие-то слова, связанные с едой по очень милой книге The Very Hungry Caterpillar. Помимо названия продуктов, вы можете выучить такие полезные слова, как То есть кусочек, например, пирога или То есть ломтик, например, сыра или То есть у меня болит живот. В Таиланде может пригодиться эта фраза. Если вот будете кушать на рынке национальную еду, то очень может пригодиться эта фраза. Настоящий кузнечик? Да! Я готов. И вот еще пример мультика, по которым вы можете выучить неправильные глаголы и как глаголы меняются в прошедшем времени. Мультик называется Not Now, Бернард. Типа не сейчас, Бернард. И абсолютно точно такие мультики помогают понять, на каких сказках росли носители языка. Потому что это точно всплывет в разговоре. Мы, на самом деле, часто шутим какими-то воспоминаниями сказок. Например, есть такой знаменитый стишок-песенка, с помощью которого очень удобно учить предлоги. Кстати, с предлогами у многих проблемы. Так что может и неначинающим пригодится этот совет. Пятый совет. Помимо старенького, вслушивайтесь в современное. То есть, в песни, в видеоблогеров на YouTube, даже в рекламу. И постарайтесь не только слушать, но и повторять, максимально копируя. Потому что произношение это очень важный момент в живой речи. Шестой совет. Если вы знаете какой-то другой язык, то перекладывайте ваш опыт изучения этого другого языка на английский. Если вы знаете, например, на более высоком уровне немецкий или французский, то вам точно будет легче. Перестаньте бояться сделать ошибку и просто начните говорить и практиковать язык. Если вы не ошибаетесь и не пробуете, то вы не выучите ничего нового, потому что на начальном этапе ошибки неизбежны. Вспомните, как вы учили русский язык. Наверняка вы не сразу заговорили на идеальном литературном русском языке. И вспомните, как мы общаемся с иностранцами и как легко мы прощаем им любые ошибки. Так что просто расслабьтесь, получайте удовольствие. Вот такие у нас были для вас советы. В этом видео было несколько английских фраз. Чтобы запомнить их, обязательно выполните упражнение, которое будет внизу по ссылке в описании. Мы сделали его специально для вас. Ясно? И, конечно, подписывайтесь на канал, потому что здесь мы рассказываем очень много интересного, про то, как учить английский язык не скучно. Ну а с вами была Таня Старикова и онлайн-школа английского языка Skyeng. Goodbye. See ya.